всем привет с вами снова виктор болит сегодня интересная тема сергей есенин и баку баку это был один из самых любимых городов седина в который он приезжал несколько раз у него там было очень много друзей те кто действительно были настоящими друзьями поддерживали его всегда и в творчестве и в тяжелых различных ситуациях были ему самыми настоящими друзьями останавливался он там в бакинском отеле новая европа шик самый лучший отель был то время в баку а там же он встречался со своими друзьями многими и как всегда они там устраивали гулянки и все такое партии как бы это называлось бы сегодня читал свои новые произведения сочинял новые стихи будучи командировки такс или в гостях в отпуске он нужно сказать всегда совмещал свое свободное время со своим творчеством то есть есенин он просто так никогда не отдыхал он постоянно где бы он не находился в деревне в городе там в кабаке он всегда сочинял какие-то интересные новые стихи и вот одним из интересных таких стихов там же в баку это было 5 октября 24 года очередной такой встречи с друзьями он написал такое интересное стихотворение с легким таким юмором как у него всегда был с приколом так называемым он называет это стихотворение очень маленькая наверное многие из вас и не слышали его ни разу называется их жизнь моя их жизнь моя улыбка девичья за гольдшмидта пьем и за галькевича будет пустакан как и жизнь пуста прижимаем уран свой бокал кустам 5 октября 24 года бак значит за гольдшмидта пьем и за галькевича ну гольдшмидт это тоже был известный такой футурист в то время у него атлет артист то есть очень много различных увлечений было у гольдшмидта известный был он и в питере и в москве такой товарищ вот что одним осталось воспоминаниях гольдшмидт владимир робертович с 1886 года по 1954 прожил достаточно длинную жизнь по тем меркам в отличие от и седина российский советский атлет лектор киноактер поэт был введен своим пербским земляком и другом василием каменским в одной из ведущих групп русского футуризма с давидом бурляком владимиром майковским владимиром хлебниковым вместе с каменским был организатором и совладельцем а затем и единоличным владельцем московского кафе поэтов с 1917 по 18 год всего один год они организовали такую кафешку назвали кафе поэтов и там они все поэты собирались где наряду с выступлениями других футуристов демонстрировал по большей части свое тело его возможности то есть он был такой накачанный а товарищ кгц любил свои по тем временам футуризм это было очень-очень начало такое немногие леди люди занимались атлетизмом а спортом это только зарождалось в обществе это сегодня везде на каждом углу фитнес-студию людей а тренируются молодые качается все и более-менее такие все хорошо выглядят при этом он называл себя при этом футуристом жизни отдельно рекламировать для публики платные услуги по оздоровлению же тогда организовал различные группы как сегодня это все делается по компьютеру а раньше это было так что он в клубе проводил такую рекламную работу набирал себе учеников по оздоровлению но конечно для общества это было все новое тогда никто не знал как правильно питаться как правильно жить и продолжительность жизни была короткая да и времена были представьте себе 1917 по 18 год революция да там вообще ужас что творилось и в россии в москве а тут клуб собирается кафешка поэты гуляют все занимаются оздоровлением футуристы стихи пишут а то есть удивительный мир да как тогда он был таким удивительным на сто лет тому назад что где-то идут какие-то военные события а в другом месте и люди наслаждаются отпуском летом например сейчас все курорку на курорты переполненные люди отдыхают значительную часть жизни провел в гастрюлях по российской империи и ссср в ссср тоже был любимчиком с аналогичными лекциями то есть никогда так тяжело не работал кроме как гантели не поднимал немногочисленные стихи гольдшмиттер современники называли дикими николай вирджинский говорил это дикие стихи ну и сергей стенин тоже постоянно прикалывался по этому поводу и говорил гольдшмитт он занимается стихо бреднями интересное название до сергей дал стихо бред не отличался авантюрным складом личности доходившим до аферизма то есть был такой аферистический тип на эклектичная концепция футуризма жизни гольдшмитта с элементами здорового образа жизни и йоги было маргинальной в то время и не имела прямых последователей но сто лет тому назад ясно дело совсем другое время и поэтому людям было не до этого но что касается есенина то первый раз он приехал в баку 1920 году приехал он вместе со своими друзьями анатолием марингофом и григорием колобовым именно здесь в баку сергей александрович закончил свою поэму сорока уст который является важным этапным произведением его творчестве второй визит был в начале сентября 1924 года пробыв в баку всего несколько дней есенин уехал в тифлис потом главный реактор газеты бакинский рабочий а там он часто опубликовался его там очень сильных любили и поддерживали есенина в отличие от уже там в москве в питере у него были уже проблемы в двадцать четвертых двадцать пятых годах потому что он пошел против партии линии партии и было общем то на него задел завели уже в это время уголовные дела а здесь в баку все это еще было так хорошо то есть никто его там не преследовал значит главный редактор газеты бакинский рабочий пётр чагин который в принципе пригласил есенина в баку узнав что поэт был здесь но не зашел к нему высылает за сергеем александровичем корреспондента и 20 сентября двадцать четвертого года в третий раз есенин приезжает в баку то есть он решил все же таки опять вернуться ночью молодец да туда-сюда ездил везде катался в то время когда в стране происходил нет новая экономическая политика голодоморы всякие прочие дела есенина катался ездил везде по отпускам в командировке такие творческие вообще да молодец пробыл он здесь потом в баку до 9 октября затем уехал в тифлис но возвращаясь феврале двадцать пятого года в москву через баку задержался пробыв у нас всего день рассказывает об этом очевидцы в течение которого пытался встретиться с чагиным но чагин в это время был в москве так что встреча не удалось и самые плодотворные весенний визит поэта в баку с 31 марта по 25 мая уже в двадцать пятом году именно в этот период были записаны его известнейшие персидские мотивы но это уже был последний приезд двадцать пятом году потом вот такая интересная история с этими стихами такой своеобразный тост к сегодня тоже есть тосты а там в баку любят говорить тосты и вот она под этот манер тоже сочинил такое стихотворение интересный факт и так с вами был виктор балет пожалуйста подпишитесь на мой канал у меня очень много интересных видео я занимаюсь творчеством есенина потому что она мне как-то очень близко самому как то вот у меня жизнь тоже была такая свое время интересная да и я много-много в этой жизни уже повидал и поэтому сергей есенин со своей вот такой вот жизнью он чем-то напоминает мне немного мою молодость у нас тоже конечно мы были студентами и работали и много путешествовали ездили я стихи тоже писал но это уже в других роликах а сейчас желаю вам всего хорошего до следующей встречи пожалуйста подпишитесь на мой канал спасибо вам